Друзья, всем привет! И мы в юни-лете полетели с Москвы в Париж, допустим. Так что, друзья, вы сейчас за ближайший час увидите очень много интересов. У нас здесь будет много сегодня в вебинаре участвовать. Помимо нас с Алексеем, еще... ...прикладывает усилия и развивает на арабской территории. То есть это все его контакты. Ну и, соответственно, пожелаем Павлу удачи, потому что это наши инвестиции, это наше будущее, друзья. Спасибо, Артур. Поэтому, друзья, давайте начну с нашего стэта. Вот он, скоростной юни-лет. Анатолий Эдуардович там дает интервью. Сейчас очередное, видите, так сказать, какое-то... Вот подглядим со стороны. Мы... вчера мы так проводили... Проводили... Давайте... Поэтому, скажем так, конкурс на название или, скажем так, неформальное название юни-буса остается открытым. То есть вчера там мне прислали и... Как и Касатка, и Наутилус, так сказать. Но пока вот самое такое, что неформальное название, это все-таки юни-лет. Вот. Идет постоянная работа с инвесторами. Видите, Инета, Ирина. В прямом эфире. Помахайте. Работаем уже. Да. Да. Идет Михаил Кириченко. Настя. Вчера был разговор, что мало делегаций официальных, что идет работа в основном с инвесторами. Не сказал бы так. Вот сейчас встретим, я найду Кирилла Багулина. Он сказал, что за сегодня уже больше 10 делегаций, которые предлагают партнерские отношения по поставкам, по изготовлению комплектующих. Так что это, друзья, работа идет. Это фуникулеры. Вот, по-моему, канадская компания. Вот. Все стенды оформлены по-разному. То есть, видите, есть все со специальными уголками. Так вот, это что-то связано с нашими ржд. Здесь роликами идут. Это так же, как и на... Это испанские железные дороги. Вот. А вот там наверху шел ролик вчера рждшный. Вот. Это, наверное, что-то совместное. Их стенд. Вот такие они показывают макеты. Вот. У нас свои макеты действующие есть. То есть, вы видели, это, в общем, внутри принятая практика. Потому что в полную величину подвижной состав, и наш в том числе, Юникар, он стоит на улице. Вот. Вот, смотрите, народу много. Вот. Итого вообще на самой местах. Что еще? Так, вот стенд Хитачи. Видите, это уже большой павильон со вторым этажом, с кафе. Это обычно себе позволяют только крупные компании, потому что это довольно-таки дорого. Вот здесь. Поэтому мы стенд в этом году взяли больше, чем в прошлом году. Но все равно очень и очень скромные по сравнению с такими гигантами. Вот видите, так сказать. Обычно все эти кафе, бесплатное пиво и так далее используются для завлечения гостей, которые ходят в городе. Стендом. Вот. Видите, это все ташибовский стенд наверху. Вот. Конечно, все красиво оформлено. Все сделано шикарно. Вкусом. Надеюсь, что и мы, и Skyway, на следующем, и на трансе тоже будем представлены уже несколько по-другому. Так вот, стенд Ташибы. Это я иду от нашего стенда. Видите, это все совсем неделепло. Довольно-таки тоже хорошо оформлен. Ну, что они представляют? Вот скоростные виды. Видите, модели. Модели. Вот они. Модели. Вот они. Как все это выглядит. Как станции. То есть, примерно уровень наших анимаций, которые видели, я считаю, это вот примерно такой же. Уровень такой же. Ташибы постоянно гоняют ролики свои. Вот. И они в основном представлены информационно. То есть, виртуальная реальность. У них тут есть очки. Музыка, кстати, та же самая, что и у нас на ролике. Бесплатное пиво, бесплатное вино. Видите, так сказать. Это у них принятая практика. Так. Это вот, друзья, основной, конечно, стенд. Рядом с нами, где всегда много народу. Всегда много. Это Сименс. Видите, стоит уже высокоскоростной поезд. То есть, это вот реальный прямой конкурент нашего юнилета. Видите, модель. То есть, это, ну, опять же, что значит реальный конкурент. Это все-таки скорость до 300 км в час. Видите, это внутри Кобита вот такую штуку Сименс показывает. Продолжение следует... Это демонстрация Сименс. Продолжение следует... Продолжение следует... Вы видели наши ролики, вы видели стенд, то есть это представлена нам модель. Мы все-таки демонстрируем действующий образец. И Юницкий вчера как бы сказал, что мы продемонстрировали машину, которая уже в этом году встанет на испытания. Пока, конечно, на низких скоростях, потому что до высоких надо и построить высокоскоростную длинную трассу, то есть не меньше 25 километров. И еще сделать очень и очень серьезные инвестиции для того, чтобы провести всю работу. Но, тем не менее, эта работа идет, и это уже тот процесс, который сегодня на полном ходу. И то, что вы сейчас видели, Сименс – это ведущая компания Германии, которая представляет высокоскоростную систему. И у вас, наверное, будет возможность сравнить, как это все складывается с тем, что демонстрируем мы, инновационность. И самое главное, друзья, у нас были вчера представители Сименса, и когда они услышали скорость в 600 километров в час, то есть это в два раза превышающая сегодня возможность скоростной железной дороги Сименса, при этом с затратами топлива меньше килограмма на 100 километров на пассажира. Это, конечно, вызвало очень и очень большое удивление. Традиционные вопросы, которые всегда задавали, это если Hyperloop будет представлен, то есть вот, смотрите, стенд. Hyperloop маленький, скромненький, с одним стулом, с одной картинкой. Я считаю, что это, наверное, не о чем. Дальше можно, наверное, на это не тратить ни времени, ни сил, потому что смотреть здесь, в общем, как и в прошлом году на их картонные вещи было не о чем, так и сегодня смотреть, в общем-то, не о чем. Так, вот инновационные... Ну, что, друзья, давайте там во все остальные павильоны я не пойду, я вот вокруг Сименса еще пройду, чтобы просто было представление о том, что и как делается, сколько народу на Сименсе, какая работа идет, что демонстрируется, как работают специалисты. Вот идет презентация, это вице-президент Сименса презентует, наверное, китайской делегации, какой-то там вопрос. Можно чуть-чуть постоять, посмотреть. Это все тоже Сименса, то есть, чтобы вы понимали объем стенда и представляемых работок. Вот водительское кресло, подвижного состава Сименса. В юнилете вы, конечно, такого не увидите, рекаровское кресло, видите? Сюда таким базом управляется теперь высокоскоростной модуль. То есть, вот модель кабины, видите, да? И, соответственно, одно место водителя, явно рекаровское. Нет, не рекары. Ну, очень похожий спортивный, вот есть пульт управления. Поэтому, друзья, видите, вы воочию сейчас увидели, что мы, это опять к ответу нашим там всяким недоброжелателям и нашим всяким, это о том, что Skyway всегда показывает какую-то фанеру или показывает ракету. Так вот, друзья, мы, наверное, единственная компания на этой выставке из более чем 4 тысяч компаний, которая показывает действующую машину с расчетными характеристиками до 60 километров в час. И именно эта машина в ближайшее время встанет на ходовые испытания. Все остальные показывают либо концепты, либо макеты. Вот, соответственно, это все радикально-радикально отличает. И можно сказать, что конструкторское бюро и инженерная школа Юницкого стоит сейчас на достойном уровне именно в мире с точки зрения демонстрации того, что декларировалось ранее. И сегодня все вопросы даже приблизительного сравнения с Hyperloop, они не идут ни в какую реальную инженерную логику, потому что сравнивать концепт с действующими образцами, ну, это, друзья, накладывается нехорошая такая аналогия по поводу того, как можно давать бесконечно советы на площади. Понимаете? Поэтому весь вопрос, что действующие образцы можно сравнивать только с действующими образцами. Все остальное – это балабольство. И мы давно уже вам говорили, и сейчас просто можно четко сказать, что из разряда балаболов уже давно вышли. И вчера Юницкий, так полушутя, но в каждой шутке серьезно сказал, что, ребята, я обещал сделать кенотрансу машину, которой нет аналогов в мире, уникальную машину, и я ее сделал. И, друзья, он имеет право это сказать, потому что никто сегодня 600 км в час в рельсовом исполнении с такими характеристиками показать не может. Конечно, я, опять же, отвечая на все вопросы скептиков, говорим, что вы их покажите, этой скорости. Все, друзья, степ-бай-степ. Сначала ребенок должен родиться, потом он должен научиться ходить, потом пойти в детский сад, потом в школу, потом уже в университет. То же самое, что сейчас продемонстрировано в машине – это запуск процесса. Начнутся ходовые испытания на низких скоростях. До следующий год планируется строительство уже скоростных. Длинные трассы, по мере ее строительства, будут увеличиваться скорости, увеличиваться, соответственно, характеристики, которые будут показаны. Так, еще вот на стенде Симминса я вижу, это татуально, друзья, опять же, то, что мы видели с вами в электровелосипед с мотором колесом. Чтобы вы понимали, вот весь объем мотор-колеса. То есть, насколько сегодня... Спасибо. Вот он, то есть, вы видели, что у Skyway есть свой отход. Мне он очень нравится, я считаю, что очень такое перспективное направление, что четыре мотор-колеса, или, скорее всего, два мотор-колеса, и очень такое компактное пространство. Вот одного человека, это уже Recaro, кресло, так сказать, сэнсиал весь. Вот, видите, то есть, это Recaro-вское спортивное кресло, регулируемое, аккумулятор, небольшой багажник. Очень, во всяком случае, мне этот автомобильчик, электромобильчик, очень нравится. Это действительно то, что сегодня в мировом тренде. Это сегодня то, что в дальнейшем будет пройти. Вот, что нам показал Симминс. Опять же, друзья, почему я на этом акцентирую внимание, потому что буквально несколько дней назад Skyway показал свой именно электромобиль, который может и работать в схеме подвижного кресла, то есть для инвалидов, который может встраиваться уже в движущийся электромобиль. Поэтому, друзья, я могу сказать, что это мировой тренд, и во всех сегодня ведущих мировых трендах мы сегодня занимаем достойное и очень достойное место. Вот, поэтому это к вопросу задавали, зачем делался Юни-мобиль, зачем он выходит на рынок еще и концептов для инвалидов. И, на самом деле, вы видите, что вот Симминс представляет вот такой концепт электромобиля, и это для такого гиганта абсолютно нормально, абсолютно это все, что идет сегодня в мировых трендах. Вот, здесь, видите, как всегда бесплатно. Мы тоже иногда сюда загуливаем, выпить соку. Вот это вот виртуальная реальность, которая... Как есть машина? Ну, друзья, конечно, есть. Вот вы пишете, там машины меньше, это само собой. Вот, то есть я просто вам показал, вот что представляет концепт именно электромобиля Симминс, и то, что он предлагает продвигать на рынок. Это у нас в футуре, может быть, будущее движение, это КАФ-компания. Вот, уже это вот скоростной подвижной состав. Вот, примерно так выглядят эти все стенды. Покет, представление, народ. Это мы с вами дали небольшой круг вокруг Симминса. Ну, друзья, это вот то, что в нашем павильоне, где мы находимся, это вот то, что... Реально, как это выглядит, эта выставка. Как вы видите, народу очень много, не сравнить, там, допустим, с московской транспортной выставкой, где там непонятно, кто из какого народу ходит. Вот, здесь интерес очень большой, делегации очень серьезные, вот, работа, тут ведется, тут и переговоры постоянные, и... вот, это вот у нас еще стенд. Сейчас я вам покажу. Это у нас, по-моему, бразильская компания. Я вот тут точно сказать не могу. Так, расскажите, какие... Не успел прочитать, что хотите. И это самое. Вот модель подвижного состава. Вот, как всегда, электробус. Это городской трамвай. То есть это вот, что здесь в большом количестве, в общем-то, и... Представляется, а вот интересное, да, это новые виды аккумуляторов, выработка топливных элементов, вот, то есть это новые технологии. Вот. Ну вот, друзья, так в общих чертах я вам показал, это вот то, что в прямом эфире. Сейчас мы возвращаемся на наш стенд. Еще раз, видите, вот, издали. Идет демонстрация наших роликов на большом экране. Идет постоянный интерес уже к юнилету. То есть это не уже реально действующему прототипу. Вот. И с учетом тех характеристик, которые задает сегодня... задает сегодня Skyway, это, конечно, другого уровня технологии. Еще раз повторю, что когда представители Сименса услышали скорости 600 км в час при такой себестоимости и строительства, и эксплуатации, то, конечно, это вызвало просто, ну, на уровне шоков. Были представители вчера РЖД, очень они удивились, что компания жива, что компания существует, что она продолжает давать новую продукцию, и что в планах на 2020 год представить уже концепт и прототипы гиперскоростной системы. То есть уже на скоростях 1250 км в час. Это, друзья, следующий этап. Это все показывает горизонты и перспективы развития. Поэтому, друзья, мы движемся, останавливаться не собираемся ни на секунду. Буквально в ближайший месяц-два ожидаем уже начало строительства в Арабских Эмиратах. Вот, опять же, покажет время и план развития, как это будет, друзья. Очень много факторов, как вы сами видите, зависит не от нас, не от лично от Юницкого, не от команды, в которой есть довольно-таки сложный процесс идет и взаимодействие с властями. Во всех, то есть много задавали вопросов, что когда начнем уже строить первый проект Сан-Бернардино. Друзья, мы каждый раз повторяли, говорили, что это первый проект, сложный проект, и какова его будет судьба, отойдем мы, сможем ли мы начать строительство, или это все так и закончится, как с многими другими проектами, на уровне планов и предварительной работы. Это, друзья, все покажет время и, ну, кто-то хочет высказать на этот момент претензии там или еще. Друзья, можете говорить что угодно, да, я соглашусь, что очень много, что декларировалось, не было реализовано. Но, друзья, надо было тогда принимать решение, что мы показываем только то, что сделаем, а текущие процессы мы тогда не берем во внимание. Но это не совсем правильно, потому что, с моей точки зрения, что текущей работы очень много, и не всем проектам и начинаниям суждено было сбыться, так же, как работа, много говорили о роде Хуки и первых проектов по университету в Австралии, было сделано много, пройдено много. Но, друзья, там сам Ротхок признал, что для того, чтобы начать строительство, это еще как минимум год разрешительных согласований и так далее, и так далее. Естественно, что такого времени сейчас для развития дальше проекта нет. Поэтому там работа ведется, но когда она дойдет до реальной реализации, сегодня сказать тяжело. Были и начинания, и ведется дальше работа и по Индии, и по Индонезии, но наиболее вероятно, наиболее существенно, что, скорее всего, это сейчас Арабские Эмираты. Опять же, друзья, это тоже не панацея и не стопроцентная сейчас в нашей жизни гарантия. Это то, что сегодня наиболее близко к реализации. И можно что угодно, опять же, нашим оппонентам ставить нам упрек, что-то с чем-то пытаться сравнивать и комментировать. Мне понравилось вчера высказывание Юницкого, которое просто чисто по-нашему, по-русски, мужик сказал, мужик сделал. Обещал Кюнитрансу сделать машину, я ее сделал. И это, друзья, самый главный аргумент. Можете говорить что угодно, но на этой выставке аналогов этой машины нет. И нет реально настоящей инновации. И мы тут смеемся, что если сегодня в трамвай или в паровоз поставили Wi-Fi, то он не стал из-за этого инновационным трамваем. Он стал просто из-за этого трамваем с Wi-Fi. И все. Так вот, а именно новой концептуальной транспортной системой инновационной является на сегодняшний момент только SkyWay. И это, друзья, факт. И с этим фактом спорить, я думаю, и глупо, и бесполезно. И основной результат этой выставки, основной ее лейтмотив, это о том, что SkyWay в очередной раз показал, что он существует. В очередной раз показал, что он делает принципиально новые машины. Нас никто не может упрекнуть в том, что мы привезли то же самое. На прошлом инотрансе был Unibus Unibike. На этом инотрансе уже Unilet и Unicar, которые стоят на улице. Это принципиально новые машины. На следующий инотранс будет принципиально новая машина, которая выводит мировой транспорт уже действительно из иллюзии или из абстракции, которую сегодня ведет и показывает Илон Маск с Hyperloop на практическую инженерную реализацию уже гиперскоростей. То есть высокие скорости к тому времени, к следующему инотрансу. Наш Unilet уже вовсю будет на испытаниях, он вовсю уже будет проходить сертификацию. Соответственно, будут уже планироваться, проектироваться, и скорее всего начнутся уже и строительство первых трасс. А мы будем идти дальше уже к гиперскорости 1250 км в час. Вот, друзья, это уже тенденция, это уже процесс, который идет, и вы в нем принимаете самое непосредственное участие. Все, друзья, давайте я дальше сейчас отключу перископ, включу... Я пройдусь еще по выставке, она довольно-таки большая еще в течение где-то часа-полутора. Я поснимаю фоторепортаж и отправлю уже в Facebook и в наши чаты фотографии с комментариями, поэтому более расширенный фотоотчет о выставке у вас будет уже в том сборнике, который будет у нас по чатам. Ну все, друзья, давайте мы продолжаем работу на стенде. Партнеров, друзей, коллег очень много, постоянно подходят, задают вопросы. Очень много наших друзей, партнеров с Германией, тут вот только что подъехала большая делегация со Словакии, с Чехии. Вот, этот процесс здесь идет, и, как вы видите, там интерес к Skyway. Скажу стенд, потому что нам говорят, тут бабушек, дедушек каких-то там понагнали, которые там... Ну, как вы видите, делегации очень разные, людей различных очень много. Вот, то есть, вот, типичный посетитель. Ну, никак его не назовешь бабушкой или дедушкой, тем более, скорее всего, это не акционер Skyway. Просто человек, который интересуется работой нового транспорта, который ходит по выставкам и действительно видит новые решения. Ну, 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 друзья, я думаю, что у нас полное представление о том, как идет работа, как это идет... Сложилось. Вот, я вам показал рабочую такую обстановку. Вот, поэтому, видите, у Каил Кириченко, у нас все в постоянной работе, постоянно сняют. Есть наши добровольные помощники. Вот, видите, у нас все в постоянной работе, постоянно люди в юнилете, видите, интерес к этому всегда есть. Вот, постоянно заполнен посетителями. Это выставка, это действующие образцы. Видите, люди живо интересуются. Будущее интересует всех. Вот так вот, друзья, идет работа. Вот так идет процесс. Вот еще один блогер. Леша. Вот Арман дает очередной репортаж. Ну, все, друзья, на этом давайте посмотрим еще, как мило. Работает. Привет. Здравствуйте. Работаем в лог. Так. А как наш уникарный улс, у него есть посетители. Ну, давайте. Мистер Солар, пожалуйста. Поздравляю коллеги России. Сергей. Так. Здесь, на выставке. Поздравляю вас, дорогие друзья. Здесь на выставке. Келитранс, Берлин, в 2017 году, на стенде нашей компании SkyWay. Очень большой стенд. Каждый, кто приедет, смотрит. Вау, что мы здесь принесли какую-то ракету. Этот наш универ здесь. А я думаю, что нужно это видеть. Проходите, проходите на наш стенд и идите. Ну, кто прийти не может, мы сделаем сейчас репортаж. Как раз я сделал большой труд. Мы посмотрели полностью презентацию Сименса, то, что они делают. И я думаю, что, друзья, вы согласитесь с моим утверждением, что наш стенд, то, что мы претендуем, как минимум не хуже Сименса, а то, что мы показываем и реально можно посидеть, пощупать, что все сидят уже не в прототипе, друзья, не в макете, а реально в действующем образце подвижного скоростного состава, это, друзья, говорит само за себя. И уровень презентации, и уровень инноваций вы сами оценили. Еще попросят, чтобы я показал Юникар на улице. Друзья, все, давайте. Спасибо, Франтишка. Ну, друзья, давайте я пройду. Давайте пройдем на улицу, тогда я вам покажу Юникар, который стоит, наш Юникар, который стоит на улице. Мы заодно там посмотрим другие. Так, если я... Так, все правильно, да, я пришел. Так, так, так. Сейчас я переключу камеру. Вот, мы выходим из павильона, вот, на улицу, вон там, вдали стоит наш Юникар, видите. Вот, это выставка. Или даже не гоняемо, что... То есть, вот... Ну, ходит вон туда, аж там до самого... Далеко-далеко. Это вот всякие действующие. Видите, это вот трамвай инновационный. Давайте зайдем хоть в инновационный трамвай. Посмотрим... Идем хоть в инновационный трамвай. Посмотрим, что такое сегодня современный новый трамвай. Так. Ну, вот. Такие кресла. Такие табло, камера. Ну, наверное, это очень круто. Вон, инновационная кабина. Ну, да, с компьютером. Место, инновационное ведро. Дальше. Это какой-то инновационный паровоз стоит. Вот он, видите. Ну, в него я уже залезать не буду. Я думаю, что инновационных паровозов мы, наверное, видим. И это тоже вот туда до конца. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...